Друзья, всем привет! Находимся на Радмире GTA 5, сервер номер 2. В прошлый раз мы задержали одну очень странную женщину, которую обыскали и нашли у неё незаконное оружие. Кто не смотрел серию, обязательно посмотрите, откуда-то у неё РПГ, какие-то наркотические вещества. Мы решили её допросить и действительно она рассказала нам об вот этом месте. Это табличка, которая указывает на обычную ферму, но на самом деле, как нам рассказала эта женщина, эта ферма не совсем наверняка обычная и там что-то незаконное происходит, а наверняка торговля оружием и наркотиками. И это наш шанс повыситься и показать шефу, кто мы такие. Именно сегодня мы для того, чтобы уточнить всё это, идём на разведочку, посмотрим, кто действительно там обитает и доложим это всё шефу. Если вам всё это интересно, обязательно, друзья, присоединяйтесь к нам, именно на второй сервер, и если заходите, нажимайте кнопку F2, реферальная система, и капсом вписываете MaxDeep. По достижению 10 часов игры получите от меня денежку. Также не забывайте про реферальный личный код. Макс, но шеф наверняка у нас попросит какие-то вещественные доказательства. Что у тебя есть? Где они? Не, вещественные доказательства есть. Вот такое у тебя вещественное доказательство устроит. Убери эту хрень куда подальше. Вот там нет ракет, можешь не бояться. Так, я готов проследовать, собственно, эту ферму, посмотрим, что там, с высоты птичьего полёта, и уже определимся, стоит ли говорить об этом шефу. Давай, залезай в машину, сирену, разумеется, включать не будем, привлекать к себе внимание тоже не будем. Вообще, в идеале это делать надо, наверное, ночью, но я не уверен, что ночью мы хоть кого-то там увидим и вообще найдём. Давай тогда заезжай повыше, наверх. Ну смотри, ферма находится слева от нас, туда мы ехать не можем. Зато он справа, я вижу какой-то подъём, наверное, если мы поднимемся по нему, то как раз-таки ферма будет открываться как на ладони, как ты говоришь. Да, идеально, давай на него. Пожалуйста, я тебя прошу только не упади отсюда. Не надо падать к ним, самое главное. Это будет просто фейл. Если бы ты был за рулём, ты бы сразу к ним и упал, а я падать к ним, разумеется, не собираюсь. Ну я, кстати, я уже вижу машины какие-то там находятся. А, там люди даже есть, я вижу. Кстати говоря, да, если в прошлый раз мы приезжали, мы вообще никого не увидели, то сейчас там действительно кто-то ходит. Вверху там, мне кажется, уже ёлки будут перекрывать нам обзор, а вот отсюда обзор идеальный, открывается. Тем более у меня есть снайперская винтовка, которую мы в прошлый раз подобрали, и через неё всё прекрасно можно увидеть. Ты готов обозревать эту ферму? Да, я смотрю уже. Но я вижу красные автомобили, это, скорее всего, они принадлежат какой-то группировке, да? Да, цвет именно такой специфический такой. И ещё там рядом с ними автомобили трётся 4 человечка, которые тоже так интересно одеты. Но мне знаешь, что больше интересно? Вот что они выращивают под этим тентом? Что они хранят в доме? Что они хранят в ангаре? Там же всего столько интересного, отсюда всё это не увидишь. Слушай, отсюда непонятно, да, что они выращивают? Никак не разглядеть? Нет, нет, под тентом вообще непонятно. Очевидно, что там какие-то грядки, но непонятно, что они выращивают. Ёлки, ёлки, они в Новый год их продают, нет? Кажется, ёлочки маленькие, по-моему. Сейчас лето, до Нового года ещё далеко. Ну, мне кажется, что они заранее готовятся. Ну, по крайней мере, я это вижу. Я ничего-то непонятно не вижу. Слушай, девушка сказала, что ей дали РПГ, ей дали взрывчатку на этой ферме. Надо звонить шефу, чтобы он высылал сюда спецназ, армию, и чтобы сбрасывали сюда ядерную бомбу, вот что я думаю. Ты издеваешься? Ты думаешь, что ты говоришь-то? Мы тут сами взорвёмся с ДРБГ. Давай лучше определим, что они сейчас делают, самое главное. Мы видим белого и троих чёрных. Но этот белый, по-моему, всё-таки что-то мутит. Они там все, что мутят. Трутся около машины, трутся около этих ящиков, трутся. Да они вообще там везде трутся. Мне кажется, они там и живут. Это их ферма, где они промышляют. Он его ударяет, смотри. Он его получает за что-то, да? Макс, Макс, Макс. Нам тут пришёл справа. Откуда? Добрый день. Здравствуйте. А может поинтересоваться, что вы тут делаете? Какая вам разница? Так, молодой человек. Секретная спецоперация. Давайте, пожалуйста, дальше проходите, не мешайте полиции. Идите, идите, пока руки вам не завязываются. Давайте, вы не будете нам мешать, пожалуйста, хорошо? Хорошо. Всё, проходите дальше. Шли своей дороги, проходите, пожалуйста. Всё, спасибо. Это что за херня? Какой-то странный чел. Наверное, турист. С подпаратом. Избор шёл вниз. Блин, ты меня испугал. Я думал, что один из них нас прикончит. Я сам испугался, какой-то чел к нам идёт просто в этих непонятных горах. Ну ладно, слушай, Макс. Нам нужно разузнать, чем они там занимаются. Я предлагаю аккуратно спуститься вниз и хотя бы подслушить их разговоры, я не знаю. Потому что мы ничего не видим. Вот визуально мы не видим ни оружия, ничего. Да, они просто ходят туда-сюда и непонятно, чем занимаются. Так, давай тогда машину мы здесь оставим. Её не видно, да? Снизу, в принципе. Я думаю, что снизу её не видно, но вот как спускаться здесь, это хороший вопрос. Потихонечку, потихонечку. Просто вот так вот. Давай, аккуратно, не свались вниз, ладно? Да нет, конечно, ты чего? Спокойненько просто спускаемся и всё. Что-то я ускорился слишком. Тихо-тихо-тихо. Держусь, держусь, держусь. Я полетел головой вниз. Держись. Нормально всё? Мне потребуется реанимация. Сейчас, сейчас я тебя подниму, боже мой. Спасибо, Максим. Надеюсь, что они не услышали мои крики. Давай потихонечку дальше подкорадоваться. Слушай, мы вот ещё в форме. Нам бы желательно было в гражданку переодеться, а потом уже подглядывать. Ё-моё, слушай, ты прав, ты прав. Надо кое-чего избавиться. Мне нужно кое-чего срочно избавиться. Вот так вот. Всё, я не форме. Забыл, забыл шляпу. Шляпа не снимается. Подожди, давай тогда как-то я тоже, наверное, должен так сделать. Потому что, ну как? Давай, давай. Ну как по-другому? Если что, подумай, что какие-то тоже туристы здесь бродят. Что-то мы похожи на каких-то стриптизёров, не скажу. Вроде бы всё, чистенько. Нормально, действительно, так и скажем, если что. Потому что шапки приклеились просто. Стриптизёры вам не нужны в этом домике? Давай тихо, спокойно, спокойно только, пожалуйста. Давай из-за дома не выглядывать. Я надеюсь, мы отсюда их услышим. Они рядышком. Просто аккуратненько. Да, они рядышком. Я их не слышу, но они где-то рядом. А может быть подняться на крышу? О, да-да-да, давай-давай-давай-давай-давай. Так и сделаем сейчас. Вот здесь зацепиться можно, наверное, нет? Что, слышно что-нибудь? Я их не слышу, но, по-моему, страшно на крышу было залазить. Давай тогда поближе как-нибудь подойдём. Я их вижу. Блин, здесь зря пригинаться нельзя. Вот можно было пригнуться. Тихо. Что-то говорят, по-моему. Так, Ерман, шо у нас там? Все нормально? Все, это? Все свои. Так, ну смотри, у меня тоже все хорошо там. Все. Так, стоп. Что это там? Подожди, какое-то пятно на ней. Все должно мчиться. Там у нас, короче, губочка лежит. Недалеко там. Смотри. Вот, на доске. Иди там протри, чтобы всё нормально было. Так, короче. Слушай, Макс. Макс. Я понял. Они каким-то оружием там, блядь, они с миниганами ходят. Причём тут оружие? Ты видел, он заставляет чёрного мыть тряпочкой машину. Мне больше это не нравится. Причём здесь это? Они, блин, с оружием ходят. Ты посмотри, у них крупнокалиберное оружие. РПГ, которое мы нашли у той дамы, миниганы. Я видел, я видел. Они, походу, ими торгуют здесь. Да. А что у них выращивается-то под этим тентом, не могу понять. Давай тогда пройдём туда, тоже посмотрим. Давай. Давай. Но это уже будет опасно. Надо как-то за ёлочками будет сейчас прятаться и аккуратно туда подходить. Надо срочно звонить шефу и вызывать сюда наряд. Блин, голые копы бегают. Это вообще нормально. Ёлки, я же тебе говорил, ёлки. А, нет, подожди. Это не ёлки, это трава. Конопля. Марихуана. Посмотри, сколько здесь листиков. Да, это конопля. Обалденно. Слушай, ну всё. Мы премии получили. Ну что получается, они, значит, торгуют наркотой и торгуют на оружие. Да, так и есть. Надо поехать срочно к шефу. Это просто наш шанс сейчас. Это наш шанс, реально. Погнали. Хорошо. Давай-то аккуратно возвращаться к машине. Максим, я уже устал бегать лейтенантом. Сегодня мы станем капитанами. Я в этом не сомневаюсь. Или детективами. Я и хотел бы стать детективом и расследовать всякие убийства. Кримина... Блин. Какого хрена? Опять, что ли, он? Опять. Ё-моё. Фотограф грёбанный, блин. Ну что, вы пофотографировали, нет уже? Да. А что у вас с формой? Ну это упали, упали чуть-чуть. Бывает. Мы загораем здесь, спецоперации. Не задавайте лишних вопросов. Граждане, вы лучше туда как бы не хотите, просто вам совет. И всё. А дальше сами думайте. До свидания. До свидания. Они же его просто прикончат, ё-моё. Представляю, сколько у них там трупов. Ну он дальше на них пошёл. Чё-то не послушал он тебя, я смотрю. Это зря. Мне кажется, ему интереснее стало. Ну ладно, пусть идёт, мне всё равно. У него фотоаппаратик там есть, сейчас будет ещё это фолкать. Вот, знаешь, не просто турист, а журналист какой-нибудь. Давай быстрее, быстрее к шефу. Пока есть наш шанс. Быстрее к шефу. Только не забудь одеть обратно униформу. Да конечно не забуду, о чём ты вообще говоришь? Макс, давай, давай, паркуйся быстрее. Я уже скоро премия, я премию прям так хочу получить и звание новое самое главное. Давай быстрее, 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 быстрее. Шеф, шеф, командир. По-альфийски говоря, нажмите на него. Видишь шефу, я никого внутри не вижу. Не, в кабинет, кабинет нужно. Я вижу. Да, там кто-то. Вкрываем стат, открывай дверь. Что такое? Что такое? Почему вы в трусах быстро взять одежду? В смысле? Блин, виноваты. Извините. Погнали быстрее. Какого хрена ты забыл? Блин, дурачок, а? Ты что, дурачок ты вообще? Ты что творишь-то? Ё-моё. Мы уезжаем, через две штаны ехали в трусах, понимаешь? Господи, хорошо, самый главный не увидел. Он ещё расскажет. Блин, вот это минус, конечно, большой. Да. Так. Выписание нельзя в рабочее время. Извините, жарко было немножко. В рабочее время нельзя в ситуацию. Да, да, да. Здравствуйте. Я вас понимаю, но больше так не нарушайте как. Есть. Я не опоздал? Я опоздал. Есть. Есть. Давай. Так, вы чего-то хотели? Да. Мы провели рассоледование, проявили, так скажем, инициативу и нашли наркоферму, где торгуют РПГ и миниганами. А не для вас какая ещё наркоферма, какие РПГ, миниганы, доказательства? Это правда. У вас вообще есть? Да, мы лично всё видели своими глазами. Давай, доставай улики. Сейчас Макс, доставь улику. Пока мне доказательства не принесёте, я не займусь этой работой. Смотрите. Вот. Ух, нифига себе, ну мне как бы всё равно надо доказательства. Ого. Что, он не поверил? Это не подходит разве? Не, мы можем фотографии сделать, конечно, если прикажете. Вы там фотографии сделайте, быстро на ту тогда наркоферму сделайте. А вы отправите людей, если действительно будет правда? Поможете? Да, 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 я отправлю людей, я отправлю лучших детективов в нашем штате. Кстати, вот один из них, он один из лучших детективов. Здравствуйте. Добрый день. Приветствую вас. А вы соберёте большой Рэйд, где будет много спецназа, военные, и бомбу на них сбросить. Да, сэр, мы сейчас не стараемся, собираем доказательства, так сказать. Все, понятно, ждите фотографии, они будут буквально смыть на минуту. Так, значит, вы двое быстро за доказательствами, я вас буду ожидать, как принесется доказательство, мы начнем работать. Есть. Товарищ. Есть, сэр. Погнали. Охренеть. Максим, привет. Так, фотоаппарат. Фотоаппарат, что нет фотоаппаратов, надо будет как-то на телефон фотографировать только если. Да, давай хотя бы так. Блин, почему мы сразу не сделали это, ё-моё. Реально обидно, мы там бегали мимо них прямо, а фотографии не сделали, бред какой-то. Давай, скорее, 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 садись, блин. Странно, что РПГ шефа не устроил, всё-таки оружие-то серьёзное, он даже не конфисковал его, нам его оставил. Ну знаешь, раз уже фотографии, будут фотографии, потому что, конечно, никто просто так огромное количество ОМОНа или спецназа не будет выдвигать. Да, тем более верить каким-то там лейтенантикам, которые ещё вчера сбежали из тюрьмы, дело такое. Действительно, поэтому несёмся на место. Выключай мигалку, выключай мигалку, блин, куда ты летишь ты съедешь? Всё-всё-всё-всё, всё-всё-всё, выключил. Так. Так, ну что, получается, снова раздеваемся до трусов, да? Да я думаю, не обязательно, мы, по-моему, сильно палимся, когда раздеваемся. Тебе не кажется? А куда ты поехал-то? Прямо в леса. Я просто боюсь, чтобы они не спалили. Давай отсюда прям фотографии сделаем и всё, не будем на самом верху подниматься. А если он не поймёт, просто какие-то люди на ферме урожай выращивают, картошечку? Приблизишь, они в руках держат миниганы и всякие РПГшки. Это, по-твоему, нормально? Ладно, надеюсь, этого будет достаточно для шефа. Да, давай скорее, делай фотографии тогда. Быстрее только, быстрее давай, Рома, ну. Ухожу. Звание, не забывай, и премия. Я никого не вижу. В смысле, никого? Там пусто? Там даже машин нет, надо вниз спускаться. Чёрт, ты издеваешься, что ли? Я реально никого не вижу, смотри, на ферме пустота. Так, ладно, а под тентом? Под тентом? Там точно никого нет, ты уверен? Да, я никого не вижу, что там кто-то бегал. Под тентом урожай растёт, продолжай отрасти, никуда он не делся. А вот людей нет, ни одного человека. Так, ладно, главное урожай сейчас тоже сфоткать обязательно. Фоткай урожай, отправляй сразу ему. Давай скорее. Подойдём ближе или нет? Вдруг они в доме? Хотя машин нет, они уехали. Я думаю, надо ближе подойти, они реально могли уехать. И как мы теперь будем делать фотографии, если они уехали отсюда? Фотографии кустов хотя бы. Этого уже достаточно, чтобы, блин, накрыть их. Это всё-таки марихуана, в конце концов. Ты думаешь, что шеф будет организовывать огромный рейд на ферму, где просто выращивают чуть травки? Мы обещаем ему РПГ и мини-гады. Я ему показал РПГ. Я ему показал РПГ и так. Ладно, достав телефончик, сейчас это дело сфотографирую. Давай скорее. Но, блин, я думаю, этого будет недостаточно. Вот почему мы сразу не сделали фотографии? Нам надо... Нам нужны ещё фотки. Будем ждать их здесь? Я не знаю, можно, в принципе, затаиться? Подождать. Но какого хрена? Куда они могли уехать? Тут вообще ни одного нет человека. Они же охраняли здесь. Только что, блин, жизнь тут кипела. Не осталось просто никого. Можно в дом зайти постучаться. Ни коробок, ни машин, ничего. Смотри, тут просто пусто. Что, блин, действительно, что мы покажем? Слушай, мне кажется... Это моё предположение чисто, но вот этот турист, с ним что-то было не так. В смысле? Я думаю, что он им рассказал про то, что мы там ходили, гуляли и смотрели на их тело. Чёрт, он же шёл в эту сторону прям. Да, так что турист, наверное, был замечен как-то в этом деле. Может быть, ты знаешь, какой-то разведчик был, охранник, который патрулирует ферму вокруг. Кстати, возможно. Они всё вывезли. Посмотри, пустой сарай просто. Они всё вывезли. Да, здесь ничего не осталось. Полки пустые просто. Я в шоке. Вот мы балбесы, а. Мы что, возвращаемся, получается, к шефу и говорим, что... Да ты прикалываешься. Ничего нету. Нас балаболами просто обозначат. Я не хочу этого. Нет, создаваться балабольствами я не хочу. Надо как в старые добрые. Давай сейчас... Помнишь, как мы убивали Егорку? Мы подкупили двух чуваков. Давай точно так же сейчас. Ездим в город и подкупим двух чуваков. Нарядим их, типа они бандиты. Дадим им оружие. И просто сфотографируем на этой ферме. Ты конец, что ли? Ты серьёзно это хочешь сделать? Погоди, а не сколько ты готов заплатить? Хотя бы одному. Сколько попросят? Не знаю, 25 тысяч, 30 тысяч. 30 тысяч? Просто за фотографию же. Главное, чтобы они не рассказали полицейскому департаменту о том, что мы их подкупили и всё. Где ты найдёшь людей, которые сейчас готовы сесть? Ты прикалываешься? Почему сесть? В тюрьму их посадят по-любому. Так никто же не узнает, что это они. Мы не будем показывать их лица. Там со спины сфоткаем. Да, толку-то. Любого человека. Любого человека ищи и объясни ему ситуацию. Вот спецоперация. Вы нужны. Вы нужны к стране, государству. Блин. Вы должны помочь полицейскому департаменту. Слушай, тогда нужно двоих будет найти. Давай так и сделаем. Да, для фотографии просто устроим фотосессию обычную. Блин, хорошо мыслишь. Ну знаешь, старая русская жилка продолжает во мне жить. Это главное. Ты хочешь остановить этих ребят? Да, давай их попробуем. Мне кажется, что в этом грузовичке много народу. Ну конечно, таких обычно много и ездят. Это фермеры, фермеры. Попробуй их побеспокоить. Это полиция, Лос-Антос. Остановитесь, пожалуйста. Обычные фермеры. Сильно только их не грузи, главное. Это ЛСПД. Остановитесь, пожалуйста, на обочине. Останавливаемся. Слушай, а это не военные? Я не знаю. Это военные? Я не знаю, я не знаю, машина такая песочная. Я назвал их фермерами. Оставитесь, пожалуйста, фермеры, оставитесь на обочине. Останавливаемся. Останавливаемся. Фермеры. Дурак. Господи, может, их попросим, а? Я не знаю, что я говорю. Здравствуйте. Здравствуйте. Здорово, что вас встретили. Нам очень срочно нужна помощь. У нас спецоперация секретная происходит. Не могли бы проехать за нами? Нам нужно сделать для отсчета пару снимков. Получится? Все, замечательно. Спасибо. Но их там четыре, а у меня одежда двоих. Ты их двоих возьмешь? Да, пусть они спинами будут стоять, остальные. Ты спали, будешь, что мы делаем? Я понимаю, что мы делаем. Издеваюсь. Военных, чтобы они поучаствовали в снимках для подставной спецоперации. Над фермерами издеваешься. Так, говори, где поворот. А как там это будешь объяснять? Скажи, пожалуйста, просто фотографии типа сделать? Типа, оденьте, пожалуйста, толстопки и возьмите в руки гранатомет. Что-нибудь такое. Я не представляю, я не знаю. Честно. Я тоже не представляю. Как будет, так и будет. Главное, чтобы они о нас не сообщили. Полицейский департамент, потому что, мало ли, там сид генерал. Я же сказал, я же сказал, секретная. Они это услышали. Все, мы не скажем. Мне кажется, проблема сейчас только наберемся, Макс, от этой встречи. Нет, нет, мы должны доказать шефу, что все отлично. И сделаем эти фотографии гребаные. На всего лишь на фотографии, не лица людей. Ты сам сказал про это. А ты сейчас прикинь, они приехали, эти бандиты. Что тогда будет? Мы сейчас просто к ним заезжаем, как домой уже к себе. Это будет жесткая встреча. Но у нас есть военные, если что. А, они нас прикроют, да, обязательно? Так, хорошо. Слушай, ну ты этой сиреной уже там, наверное, всех напугал. Если там это и было, они разбежались, стопудово. Да нет, никого. Все, турист нас спалил. Мы виноваты в этом, реально. Блин, ну что ты... Подожди, ну а как мы сейчас, получается, сфотографируем их на этой ферме? А они же не вернутся сюда больше. Слушай, по крайней мере, нам нужна премия, блин, за эти фотографии. И все, больше ничего не надо, и звание. Ну да, да, ты в принципе прав. Так, все, давай. Как им объяснять, что им делать? Им раздеваться за трусами, так сказать? Скажи, секретное задание. Нужно вам одеть одежду нашу. Извините, а какое у вас звание? У меня полковник. Бля, господи! Так, подожди, спрости, а какой у него размер одежды? А можно подинтересоваться, какой у вас размер одежды? Уважаемый полковник, у нас секретная спецоперация, как мы сказали. Нужно, чтобы вы разделись, или попросили своих подчиненных раздеться. Не хотим раздевать вас, ни в коем случае. И им нужно будет одеть другую одежду и сфотографироваться вон в тех кустах. Нам нужны фотографии приманки, как я сказал, уже секретное задание. Мы им еще отдадим кое-какое оружие, им надо будет с этим оружием сфотографироваться. Просто пару фоточек. Да, мы им даже заплатим сверху. Полиция готова заплатить. Хорошо. Так, я приманка. Я приманка. Это на самом деле хорошо, то, что есть командир, полковник, и есть вот эти вот ребята. Ё-моё. Дай мне бери это тоже. Блин, что мы делаем? Ты посмотри, что мы с военными делаем. Раздеваем военных на наркоферме, вот что мы делаем. Так, сейчас вам выдают одежду. Так, у тебя готово? Давай, одежду им. Да, у меня вся одежда готова. Да мы сейчас раскину здесь. Приманки. Чика, классная попка. Слушай, ну я одежду им здесь разбросал, так что могут одеваться. Ребята, товарищи военные, можете, пожалуйста, одеть буквально на минуточку, потом обратно все одените. Вот здесь вот одежда для вас валяется. Там шапочки, штанишки. О боже, что творится? Они это воспринимают каким-то юмором, я смотрю. Им весело, им весело сейчас. Как будто в цик приехали. Охренеть просто, как же им весело. Так, они пох... О, о, о! Ну они так уже не похожи. Гэнкс, гэнкс просто. Так, а второе... О, рубашечка какая, смотри. Слушай, реально какая-то... Да, не какая-то рубашечка. Вообще супер, рубашка идеально подходит. Но это не совсем та одежда, которую я покупал. Мне кажется, он что-то свое еще надел, но главное подходит. Пусть, 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 пусть. Так, и у меня для вас еще есть оружие, которое вам нужно будет взять в руки обязательно. Так, давай как будто я слежу за ними из кустов, Макс. Так, вижу. Готовьтесь. Есть. Отлично. У меня глаза не закрыты, хорошо получилось на снимке. Да, но ты далеко, конечно, стоишь, но видно тебя, видно. Все. Отлично просто. Главное, что видно. Так, ну лица не закрываем, я так понимаю, да? Пусть. Слушай. Слушай, блин, мы же их лица спали. Ладно, оставим это дело. Пусть, пусть, что будет, то будет. Так, отдай им форму. Отдай форму. Все, мы сделали самое главное. Так, подожди, подожди, я еще с этой стороны сфоткую. Уйди-ка. Уйди-ка оттуда. А там военные, военных же будет видно. Вон джип сзади стоит. А там джип за деревом прячется. Отлично. Вот, чтобы видно было, что это ферма. Я тоже сфотографирую от себя. Все отлично. Есть. Супер. Просто супер. Невероятно. Это просто, глядь, ладно. Так, ребятушки, все, спасибо огромное. Вы просто вот сами должны понимать, долг родине точно свой отдали. А единственное, попросим вас никому не говорить о том, что здесь происходило. Секретная спецоперация. Именно поэтому мы просили военных, а не каких-то фермеров. Понимаете? Мы думаем, что это фермеры, нормально. Главное, чтобы полковник умел хранить секреты. Так, полковник, бойцы у вас отличные, я вам скажу. И все исполнилось замечательно. Так, давай. Все, можете переодеваться, ребят. Аминиган, можно себе на подарок? Попроси, пожалуйста, пусть отдадут все. Мы это как вещественные казахи. Пожалуйста, верните это вещественные улики. Да, это нужно шефу нам дать. Все, товарищ полковник, еще раз спасибо за участие. Можете ехать побыстрее только. Спасибо большое вам. Все, хорошо, не зашли. Хорошего вам дороги, куда ехали. Честь мне еще отдают. Спасибо, коллеги. Просто я в шоке, честно говоря. Это гениально, по-моему. Все, поехали с фоточками к шефу. Я тоже отдал вам честь. Поехали, давай быстрее. Залезай, у нас есть фоточки, все есть. Шеф, кстати, попросил очень быстро привезти ему фотографии, поэтому спеши скорее в город. Но то, что мы сейчас здесь устроили, это вообще не вписывается ни в какие рамки. Мы сейчас нарушили столько законов. Боже, я не знаю, я не знаю, зачем мы это делаем, но, наверное, звание и, как бы, благодарность. Мы это делаем просто ради премии, ради благодарности и ради звания. А если потом они решат все-таки организовать рейд и никого не найдут на этой ферме, то нам влететь. А что, почему влететь? Там есть кусты, все, там уже были. Мы, они видели оружие запрещенное на фотографиях. Этого достаточно. Ушли и ушли. Значит, сами виноваты. Мы просили тогда сразу же ОМОН вызывать, спецоперацию это делать. Нет, они не согласились. Доказательства. Вот и все. Ну что, Макс, как думаешь, капитанов нам сейчас дадут или сразу повыше звание? Ох, не знаю. Давай сначала посмотрим, как он вообще оценит эти фоточки. Мне больше вот это вот интересно. Мне хотелось бы получить хорошую, большую премию. Тысячу, так, не знаю, 50. Ну, блин, про премию. Сейчас посмотрим, что он скажет нам. Разрешите, пожалуйста. Да, 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 подходитесь. Ну, давай. Мы съездили на ферму, провели стелс-мероприятие, прокрались, постарались подкраситься максимально близко и запечили фотографии. Вот, держите их. Переду фотографии на стою. Так, взял со стола фотографии, внимательно изучил. Так, так, очень интересно. Главное, чтобы поверил. Так, молодцы, так, я говорю. О, я вам премию такую некую выпишу за хорошую службу. О, отлично. Так, 50 тысяч уже летят в мои карманы, я чувствую. Снимемся фермой и тогда возьмем ее разработку. Все, он поверил сразу. А мы сможем поучаствовать в этой спецоперации в рейде? Мы все-таки провели расследование. Да, 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 да. Десять? Блин, а че так мало? Я с вами отправлю лучших детективов своего штата, так скажем. Извините, а можно уточнить? Вы там в премии, кажется, нолик забыли? А, нет, нет. А деньги? По 10 тысяч премия вам, как бы. Так, а людей с фотографии, как, в розыск объявят или как? Да, в розыск объявят. И я щас тогда отправлю своих лучших детективов. Ёжи лучших! А их, получается, в федеральный розыск, да, их все будут разыскивать, да, ФБР-то? Да, да, да. То есть, получается, их найдут, как бы, руки на капот там, да, и так далее? Да, и так далее. А если вдруг вот такое, если они будут, в случае, прятаться в армии, их даже в армии найдут? Даже в армии найдут. А если у кого-то из них звание полковника? Слышу, я его арестую. Если звание полковник, да, арестуем. Зачем мы его подсказываем? Нарушение права и остатки языкового кодекса. Главный закон, вы правы, шеф. Ладно, мы будем ждать тогда новостей от ваших детективов. Так, так и говоря, вот займемся по-крупному этим делом. Хорошо, спасибо большое. До свидания, сэр. Друзья, не знаю, честно говоря, чем это все закончится, чем это чревато. Понимаю, что мы делов натворили, но назад уже ничего не вернуть. Будем смотреть, как будут продвигаться дальше события. Надеюсь, что спецопрятство пройдет успешно, даже если на этой ферме никого не будет. По идее, мы предоставили доказательства, и все будет хорошо. Единственное, не хочется, конечно, поставлять этих самых ребят военных. Но если вам интересна эта история, то обязательно следите за ней, ставьте лайк. И также не забывайте, что играли мы на втором сервере. Обязательно приходите, ссылочка есть в описании на скачивание игры. А я каждого из вас благодарю за просмотр, желаю всем удачи, и всем пока, пока.